Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйхан. Конечно же, когда мы говорим о времени года, календарный год, то в это время пересекаются два интересных праздника. Иудейский праздник, больше, как мы знаем, как Ханука, и христианский праздник, как Рождество. Вот, секунду, почему он должен быть христианский? Он тоже иудейский праздник, правильно? Царь и иудейский, значит, два еврейских праздника у нас пересекаются. То есть мы недавно отпраздновали Хануку, за что мы благодарны Богу, да? Нас хотели убить, мы победили, покушали. И сейчас то же самое. Его хотели убить, его спасли, а потом он умер на кресте за нас, воскрес из мертвых, все равно он жив, давайте покушаем. Ну, все одно и то же. Что нового? Хотя большинством людей в мессианском мире и служении мессианском, принято утверждать, что Ишуа родился во время праздника кущей, то ли суккот, но как бы ни было, что нам до этого? Евреев никогда не спрашивают, когда точно все даты были. Но сама суть, что Ишуа, какое время бы он не родился, он пришел в этот мир, еще не по времени, как мы хотим отчитывать, а написано, что еще от вечности он уготовил. То есть он был уготовлен, его приход еще отчислялся от вечности. Но пришла полнота времени, время, которое необходимо было прийти ему в этот мир. И хотя кто спрашивает, что хануку, или кущей, вернее, отмечали как малый суккот, это интересно, это момент, и хануку даже потом отмечали как малый суккот. Но на это никто не обращает внимания. Поэтому время его пришествия, у нас суккот может быть, но это было как раз ханука, который отмечался в иудейское время. Но, присмотрите, когда первый человек вступил на Луну, это вообще-то было какой-то сенсацией. Во всех СМИ, во всех телевидениях, все просто транслировали. Я помню, как еще моя мама там, ооо, люди на Луне высадились. Понимаете, да, так, ого. А вот представьте себе другую идею. Бог высадился на Землю. Ну, я знаю, что люди высадились все сразу, в Иерусалиме особенно, да, но сама суть. Бог пришел на Землю. Мы удивлялись, что люди попали на Луну. И фактически это был такой малый шаг, но для человечества это был огромнейший прыжок в науке. А тут, в Израиле, Бог является миру. Так и да, мы тут для вас, не для вас, чтобы рассказать, как оно было, имеется в виду, как он сходил на Землю, а для того, чтобы напомнить историю, которую можно читать постоянно. Читаешь и удивляешься. Потому что его рождение фактически дар всему миру. Его приход на эту Землю – это дар всему миру. Тихим, незаметным стало его рождение. Хотя ожидалось его рождение очень давно. Извините, что пришлось мне листочки переставлять. Так как забыл свой айпад. Новые приспособления – раз, раз, раз и все. А сейчас нужно пользоваться бумагой. Спасите деревья, не пользуйтесь бумагой. Пользуйтесь тем, что есть возможность. Читать с телефона Библию. Ишуа родился в хлеву для скота. В яслях для корма животных его положили. Помазанник Божий. Он называется Христос народы. Помазанник Божий. Тот, кто был помазан для спасения своего народа, повитый в яслях лежит. Эта картина каждому из нас известна. Мы его видим на каких-то поздравительных, на открытках. Сегодня это в фильмах могут показать. Мудрецы и волхвы, которые приходят из Востока, поклоняются ему. Простые пастухи, которые, знаете, несли стражу ночью, пасли овец. Они, услышав благую весть, приходят и ищут царя, лежащего на соломе. Где величие? Где вот это островагантное рождение? У нас, как только у политиков рождаются дети, уже все знают, кто родился, когда родился. Когда его забирают с роддома, то там целый экскорт. А здесь? Где торжество? Где встреча? Где лимузины? Где еще какие-то пристрости, как для богатых? Но все-таки, кто родился? Его явление является чудесным. Мошеях тих. И он спит в этих яслях. Сегодня величайшая слава Божья явлена в его великом смирении, его умолении до человека, до пеленок, до слабости младенца. Уже говорилось, да, сегодня? Христос народився, славимого Его. Кто-то, может быть, смотрит нас по интернету в других местах и думает, что они там и русские, и еврейские, и украинские. Это Одесса. Можно и на суржике поговорить, или кто-то поймет. Но Рождество Спасителя, мира, означало изменение истории. Эту историю мы уже знаем. Мы уже отмечаем до Рождества и после. Это является фактом. Как в те древние времена, так и сегодня люди устраивают свои надежды, опираясь на знамения. Сегодня тоже люди решают какие-то вопросы семейные, общественные, политические, опираясь на какие-то предсказания, на какие-то обстоятельства, какие-то знаки в небе, на земле, на луне. И в те времена тоже люди ждали изменений, надеясь на пророческие слова. Надежда на лучшую жизнь. Все было сфокусировано. Если вы подумаете о том, в чем же обещание Бога как в Мессии для человечества, в чем заключалось оно? Надежда на лучшую жизнь. Что изменится, с его приходом изменится все. И если мы будем по-человечески рассуждать, для нас Божие влияние или Божий вмешательство в нашу жизнь, это хороший вариант. Мы думаем, будет лучше. Но чаще всего, когда он вмешивается, почему-то становится нам хуже. Потому что мы не так думали. Это будет как следующая проповедь. Мы, оказывается, не той под дорогой пошли. Момент очень интересный. Ожидание Мессии, это надежда в сторону изменения всех на хорошие обстоятельства. И вопрос стоит, где родился царь Иудейский? Как я уже сказал, кипиш начался. Когда спросили волхвы, где родился царь Иудейский, весь Иерусалим встал в тревогу. Если бы сегодня спросили, где родился мэр Одессы, никто бы даже не дернулся. Но тогда это очень важное дело было, потому что и это ожидание перемен, оно висело в воздухе. Все просто жаждали изменений. Начало исполнения пророчеств. С этими словами, которые задали волхвы, началась тревога исполнения всех тех обетований, которые Бог оставил для человечества. И вопрос, на вопрос, где родился, встает следующий, где должно родиться, как будто не знали. Как многие люди сегодня, читают Писание и не понимают, где оно, что оно, как оно должно быть. Спрашивают, где должно. Где? Поиск был очень быстрый. Потому что очень важно было связать рождение Мессии именно царя иудейского и Мессии в одно целое. Мессия как бы помазанник. Это титул для избранных. Те, кто несут избавление. Моисей, другие пророки, даже царь Давид тоже как бы был помазан, как царь. Но здесь, в этом смысле, когда говорится о царе иудейском или помазаннике Господнем, говорится о Машехе, который обещан был Богом. Я буду читать из Евангелия. Они же сказали ему, Вифлеем иудейский, ибо так написано через порок Айты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводов Иудина, ибо из тебя произойдет вождь, который спасет народ мой Израиля. Именно конкретно говорится об Израиле, спасении Израиля, хотя миссия на нем лежала за все человечество. Еврейский оригинал мессоретского перевода этого пророчества Михея звучит так. И ты, Бетлеем, Эфрафа, мал ли ты между тысячами иудинах, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которое происхождение из начала одней вечных. И здесь Михей уже сразу говорит о том, что его рождение не только в это время, а его рождение было запрограммировано от начала, от вечности до определенного времени. Большинство людей в мире знают историю младенца. В яслих, или, как говорят, в кормушке для животных. Все ее знают, потому что она проигрывается многими людьми. Даже в Израиле вы у евреев спросите, они могут вам сказать, показать карточку или открытку. Картинка на эти вот смирение простоты. Вот и так подается. Царь великий, рожденный в яслях, смиренное дитя. Вот как Бог смирился. Конечно же, можно сказать, так и да. Мессия, царь иудейский, он определенно был в пророческом провозглашении. Ишуа не родился в Иерусалиме, Ишуа родился в Ефлееме. Бетлеем это означает дом хлеба. И Ишуа сам о себе говорит, что он хлеб жизни. Поэтому одно из пророчеств, которое исполняется, рождение Мессии в доме хлеба. Несмотря на красивую историю рождения Мессии, мы ее видим, ее очень красиво рисуют. Я могу только представить все трудности, через которые произошла эта семья. Во-первых, шок. Мире проходит через шок. Когда обращается, видит ангела, до этого никогда не видела, а тут видит ангела, который к ней еще разговаривает. У нее шок от того, что происходит и согласие с тем, что должно произойти. Но это путешествие. Сегодня очень легко вызвать скорую помощь для роженицы. Да, да. Но, может, не быстро приеду, потому что из-за ковида буду стараться чуть-чуть дольше ехать, я не знаю. Но сама суть, что если это нужно, я даже, дайте, вот у меня такое вспоминаю, люди, которые из наших общин, и встречаются беременные, которые, думали, были привязаны к некоторым докторам, ходили к специальным докторам, и все через коррупцию, все нам стоило денег, да, и говорили, как, ну как, вот, это можно пережить. И мы с Татьяной всегда говорили, когда начнется, вызывайтесь скорую, ничего не платите, и вас реально завезут, и вы еще родите, и будете сказать спасибо. Так что денег можно было не платить за скорую помощь, потому что нужно было рожать. Но все же, сегодня очень, знаете, вот просто вызвать скорую или лечь на сохранение, вдруг там бывают роды такие непонятные, да, это легко. Но тогда, в то время, рожали на ходу, извините, так можно сказать, на ходу. И вот не было специальных госпиталей, специальной вот повозки, или там осла с красным крестом, или полумесяцем, или там красным могендеведом, да, скорой помощи, осел. Нету. Тогда было все по пути. И самое интересное, что и для того, чтобы прийти в дом хлеба, Мирием и Иосифу должны были пройти 140 километров. Это нам, как раз мы читаем историю, ну что, название, Беттлэгем, где он находится? У нас в голове никого, в голове нету, как далеко это или близко. 140 километров. Наверное, Иосиф был пешком, а уже Мирием на скорой помощи в виде осла. 140 километров. Это же не наши степи украинские, правильно? Вышел в поле и видишь все. Это скалистые, вверх, вниз. Если кто-то был в Израиле, понимает, о чем я говорю. И с севера до юга нужно было пройти этот нелегкий путь. Все это через, можно сказать, нормальные стези, как, знаете, не дорога от Одессы до Киева. Хотя даже можно было куда? В Любашовку дойти, правильно? 150 километров. Что можно было ожидать на этом пути? Я хочу, чтобы вы были со мной. Что можно было ожидать на пути, когда ты едешь верхом беременна на 9 месяцев и рядышком твой муж по дороге, которая непонятно каким образом дорога. Вверх, вниз и так далее. Может, она ишла? Беременная женщина решает, что она ездить на остринии не нужно, нужно было вещи на нем вести, а самой нужно идти, потому что это более безопасно. Уже подсказывают, я же беременный ходил, я никогда этого не делал, я все нормально. Что можно было ожидать? Можно было ожидать, как сегодня, при всяких ситуациях, грабежи, можно было, но лучше идти в колонии где-то, да, вот. Что можно еще было ожидать? Холод, вы сказали, подожди секунду, рэбе, это же Израиль, там вечная жара, вечная жара, чтоб вы были здоровы. Я там был в декабре месяце, и там холодно, думал, дуба дам, там ничего не отапливается, я замерзал, поэтому говорить о том, что было, что не было, это уже нормально. Один пример, который я приведу, я помню, когда должен был родиться наш первенец, Рома, знаете, у меня точно была истерика, я даже думал, что будет происходить, а вот мамы, то они еще больше переживают всегда, когда ребенок рождается в этот мир неизвестного, больше всего для них переживания, и вот им-то наиболее переживаемо, родителям, мамам, родителям, очень переживаемо, и я не могу представить, что происходило с миром, потому что я-то проповедник, я только как мужчина могу сказать факты, идет-то идет, но знаете, что происходит, мы не знаем, были схватки по дороге, не были схватки по дороге, нужно было рождать при первом способе, я не знаю в то время, что происходило, но я помню, как только должен был родиться Джошуа, наш младший, это было Татьяна вечером 24-го числа декабря, как бы сейчас, ну, или вчера, и она такая, ой, ой, надо ехать, надо ехать, все, надо ехать, а мы уже назвали Джошуа, ну, как бы, уже имя дали ему, Егошуа, это как бы тоже, тоже имя, как бы Иисус, только как бы немножко с акцентом другим, да, и вот мы едем, и она говорит, если он рождается сегодня, мы не называем его Джошуа, ну, Егошуа, да, на иврите, а почему, потому что оно означает, вот как, Иисус, я говорю, чего, а вдруг он будет антихристом, нет, так это и беда, мы приехали в больницу, ложные схватки, ладно, поехали обратно, это было легко, ты сел в машину, уехал с машины, все, пока через, как бы через сутки он не родился, это уже было нормально, как бы там, то есть у нас дни рождения, как раз вот одни за другим, но я хочу сказать, что для то время ложные схватки, не ложные, нужно было готовым быть, рожать, несмотря на преодолеваемые трудности, обстоятельства, каких Иосиф и Мириан переживали в нашей вот истории, Мессия, преодолев в утробе матери, можно сказать, такой путь непростой рождается в неординарных условиях, дает надежду всему человечеству иметь, знаете, вот, можно сказать, мир о своем будущем, просто, знаете, вот, я когда думаю в эти трудности, которые переживал эта семья, я думаю о своих, когда я думаю, что я пережил, я молился, трудно мне было, кричал, может быть, еще в ситуациях, я только через время понимал, почему Бог так делал, и Божье руководство всегда показывало мне его благосклонность, давайте зададим все простые вопросы, если бы не вышло повеление Кесарева о переписывании населения, исполнилось бы Писание, я хочу вам сказать такую цепь событий, если бы Кесарь не сделал закон о переписи, исполнилось бы Писание, нет, кто бы пошел бы туда, беременная женщина, для чего, нет, просто я вам задаю вопросы, если бы не было бы так далее, если бы не было повеления, пошли бы Иосиф и Мария через этот путь 140 километров, рискуя беременностью, кто из сестер 140 километров пешком пойдет, рискуя своей беременностью, просто не пойдет, женщина просто не идет, знаете, если не было приказа, не было идти, если бы не все эти трудности и обстоятельства, родился ли бы Мессия в Бехлояме, нет, почему Мессия должен был родиться именно в этом городе Давида, кто-нибудь задавался вопрос? Писание, ну написано, да и написано, я хочу вас провести именно в исполнении, почему? Потому что то, что произошло в Бехлояме, было тенью того, что произойдет через 33 года. Возвращаясь к Михею, пророк, который жил за 700 с лишним лет до рождения Мессии, он пророчествует и слова, которые исполняются через 700 с лишним лет. Мы хотим, чтобы пророчество исполнилось завтра. Нам сказали хорошее слово, мы хотим все завтра, чтобы оно исполнилось. Но тут ждали 720 лет почти. Почему бы нет, да, чтобы все пророчества сбывались. И ты, Вефлееме Фрафа, малый ты между тысячей иудинных, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, которое происхождение из начала дней вечных. Но чтобы понять это, я хочу идти назад. 4 глава Михея, 8 стих. Если можете выкинуть, пожалуйста, на экран. Но запишите. А ты, башня, стадо, холм с чересиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство с черем Иерусалима. Вы скажете, и шо? Шо за башня? Если кому-то сорвало башню, то при чем здесь меня? Тут важно подчеркнуть, потому что башня это мигдаль, слово мигдаль, башня. Но конкретно когда говорится здесь, тут важно и говорится пророчество о владыке Израиля, которое происхождение от сотворения мира. Иными словами, Михей не просто говорит о том, что Мессия родится в Бетлигеме, но в Бетлигеме Эфрафа, то есть Эфрата. Эфрата это вот именно и есть место, которое поля или агрокультурное колебель Израиля. То место, где фактически зарождалось вот агрокультурное состоятельное или состояние Израиля. Мигдаль Эдер, сторожевая башня, это слово используется для храмового стада. Одна из стоянок семи Якова по пути Вифлеем. На пути Вифлеем, то есть там была стоянка Якова, и это место было названо Эфрафа. Это место, которое мы потом уже узнаем о том, что это место Мигдаль Эдер. Я это зачитываю, потому что я исследовал некоторые вещи и Евсевик Исарский, епископ и историк писал о том, что Мигдаль Эдер находится в полукилометре на восток от Бетлигема. Вы должны понять одну вещь. Мы видим, что Мирием и Иосиф они приходят в город на перепись и написано, что там не было для них места где? в гостинице. Они могли себе позволить гостиницу. И перепись не на один день пришла электронным способом, отметился, клоп, нужно было ждать. Значит, эти люди все равно, как семья, была способна, они не были бедные, бедные, как люди любят, говорят, мыши церковные. Они могли себе позволить, но им не осталось места. И где, куда пойти? Где рожать? Как долго будет это переписывать? Где найти место? Где это должно произойти? Это место, где именно Евсевик и Сарский говорит, место, о котором описывает Михей. Башня стада. Что это за место? Почему это место должно было быть особенным? И я предполагаю, что Машиах родился именно в том месте. Это место от Бефлеема на расстоянии полутора километров были полями царя Давида. Наследие царя Давида. Послушайте, когда Давид решил построить храм, он не только продумывал архитектуру и какая будет красота, как там будет служение, он также продумал обеспечение, то есть все, откуда будет приходить необходимое для жертвоприношения. И поэтому все поля, которые были его наследием, он посвящает Богу для того, чтобы там, на этих полях взращивали овец для храмового служения. На тех местах, на тех полях начинали строить башни с разных сторон, для того, чтобы пастухи наблюдали за стадом, где оно пасется. Мигдаль это башня, именно смотровая башня, то место, где наблюдались за овцами. Давид отделил семейное поле и посвятил его для того, чтобы там растить овец. Это место, поле было воздвинуто в тех местах, где не видно было всех овец, поднимались эти башни. Я хочу сказать, что те пастухи, которые смотрели и наблюдали за овцами с башень, они внимательно созерцали одну вещь. Они смотрели, чтобы овца, которая будет принесена в жертву на храмовой горе, мы ее называем агнец Божий, и так она называлась так, чтобы они были в целости. И неудивительно, что пастухи, увидев ангела, явившегося им, они напряглись. Другими словами, ангел Господень явился пастухам, которые хранили безопасность овец, которые наблюдали за пасхальным агнцем, чтобы он в безопасности вырос. Я прочитаю это место. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг посреди вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осеяла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Мессия Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах лежащего в яслях. Почему это знак? Скажите мне, ну хорошо, знак, когда, ну, что-то сияющее было, почему именно младенец завернутый и в яслях? Для нас обыватели это писание, мы просто читаем, но для них это было знамением, что Машия родился. Почему? Потому что когда священники приходили из Иерусалима, с храмовой горы проверять стадо, об этом пишут раввины в учении и традициях, они приходили из Иерусалима, чтобы произвести осмотр и выбрать ягненка для пасхального именно взятоприношения. Они выбирали на их взгляд того агнца, который могут принести. Они его брали в эту башню, где были ясля, ложили туда и осматривали его. И если находили, что он достоин взятоприношения, что сделали следующее? Они заворачивали его в белые покрывала и потом на руках несли на храмовую гору, чтобы овца не повредилась относительно закону Моисеева, чтобы вдруг случайно где-то по дороге эта овца не зацепила камень, не сломала ногу и так далее. Они несли ее на храмовую гору, чтобы принести в жертву. Почему я говорю в этом? Простые пастухи. Мы насчитаем, что они бедные пастухи пасли овец. Это пастухи, которые пасли или наблюдали за храмовым стадом на поле Давида, которое было посвящено Богу. И через много лет Михей начинает пророчествовать об этом, что Машиах родится Бетлехеме Эфрафа. Это исполнение. Это исполнение пророчества, которое многие люди ожидали. И когда эти пастухи увидели эту славу, когда услышали эти слова ангела, и самое главное, что вот вам знамение. Пойдите, то, что вы наблюдали каждый год, когда приходил священник, смотрел стадо, выбирал агнца Божия, или же там агнца, который на Пасху, заворачивал и ложил в ясля, вот это же знамение вы увидите в младенце, который запеленен и положен в ясля, в стаде. на этом месте. Удивительное Рождество, удивительное время, исполнение порочеств о Мессии. Мирием и Иосиф проделали такой длинный путь, трудности, переживания, долин, гор, холода, ночей, может быть, не досыпали. они искали возможности оставаться в гостинице для комфортного отдыха и для мамы. Они просто преодолевали свои трудности, как знали, как каждый из нас. Мы как люди преодолеваем те трудности, которые у нас есть на нашем пути. И мы делаем это, как мы можем. Эти обстоятельства житейской жизни, они преодолевали, мы были своей простотой. Но в этом простоте исполнялись пророческие события. Моя молитва о всех нас, чтобы мы увидели Божью верность нам в эти времена. И, возможно, это не просто время для нас, которое трудно, переживаемо, обстоятельствами, возможно, до некоторых невыносимые трудности. Но чтобы посмотрели, что мы, пройдя этот путь, сможем увидеть милость Божию. То, что нам кажется ненужным и неудобным, как для Мирием и Иосифу, все равно было делом Божьим в плане явления Мессии. чтобы каждый из нас увидел во всем, что Бог делает определенные для нас обетования победу Божью и надежду. И как Мирием не могла предположить, что младенец в пеленах окажется тем агнцем Божьим, так и мы, пускай не увидим тех всех предпосылок, которые потом кажутся для нашего лучшего блага. Возможно, то, что вы переживаете, это просто жизнь, а в конце будет Божье вознаграждение. Я хочу прочитать в конце именно вот пять стихов этой же главы Михея. Хотя в еврейском танах или хавтары, это пророки Малой Китувим, это последний, как бы сказать, не начинается пятая глава именно с тех слов, которые начинаются в Библии, которые мы читаем. Она как бы начинается со второго стиха, как раз вот где идет обетование. Но я его читаю как бы из нашего перевода, поэтому хочу, чтобы вы услышали. Теперь ты глубоко ранишь себя, женщина, под атакой. Я читаю перевод, просто перевод. Обложили нас осадой, палкою по щеке будут бить израильского правителя. Вспоминает? Хорочество? И ты, но ты, Вифлеем Эфрафа, пусть ты мал среди городов Иуде. Из тебя мне выйдет тот, кто будет править Израилем, чье родословие ведется издревле с давних времен. И так он оставит их до поры, пока роженица не родит того правителя, тогда его оставшиеся братья вернутся к народу Израиля. Он встанет и будет пасти свое стадо в силе Господней, величии имени Господа и Бога его. Они будут жить в безопасности, ведь слава его дойдет до края земли. Он будет их миром. Как эти слова, они отражают то, что мы уже знаем о нем, о Мессии. В чем суть Рождества? В чем суть Рождества, вы скажете? Наверное, Мессия родился. Я скажу, наверное, больше. Родилась надежда, что Господь с нами, Эммануэль, из поколения в поколение, как бы трудно ни было, мы всегда говорим, Ишуа Господь. На протяжении веков эти слова были испытанием веры, трудностях, переживаниях. И всегда люди говорили, Иисус, Ишуа Господь. Ибо если ты устами своими будешь исповедовать Ишуа Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Иисус Господь. Иисус